Одну из военных разработок, настолько новую, что у него пока нет названия, вы сейчас увидите, как принято говорить в деле. На испытательном полигоне бомба, равной которой нет в мире. Как это выглядит и зачем нужно, об этом репортаж Ивана Благова. Нет данных никогда, нигде сделана эта съемка. Нет даже звука взрыва. Лишь сухой комментарий за кадром для служебного пользования. Из тех, у кого нет специального допуска, вы первыми видите секретные испытания самой мощной в мире вакуумной авиабомбы. Результаты испытаний созданного авиационного боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным боеприпасом. В то же время, я еще хочу специально подчеркнуть, действия этого боеприпаса абсолютно не нарушают экологию и не приводят к загрязнению окружающей среды. По сравнению с ядерным боеприпасом. Взрыв происходит в воздухе. Взрывается облако из распыленного горючего вещества. Основные разрушения производят сверхзвуковая воздушная ударная волна и невероятно высокая температура. Все живое просто испаряется. Почва из-за этого после взрыва больше похожа на лунный грунт, но нет ни химического, ни радиоактивного загрязнения. В Минобороны всячески подчеркивают, эта военная разработка не нарушает ни одного международного договора. Россия не развязывает новую гонку вооружений. До этого вакуумная авиабомба была на вооружении американских ВВС. Ее и окрестили матерью всех бомб. По аналогии, российские разработчики прозвали и свой новый боеприпас папой всех бомб. У этой авиабомбы пока нет официального названия, лишь секретный шифр. Известно, что взрывчатое вещество, заключенное в ней, существенно мощнее тротила. Этого удалось достичь благодаря использованию нанотехнологий. Это, в свою очередь, позволило снизить требования к точности. Отсюда удешевление. То качество, которое нам необходимо в современных условиях. То есть мы получили боеприпас относительно дешевый, с высокими поражающими свойствами. Российская авиабомба существенно превосходит американский аналог. По всем параметрам. Масса взрывчатого вещества меньше, но при этом бомба в четыре раза мощнее. Температура в эпицентре взрыва выше в два раза. Во много раз папа всех бомб превосходит маму и по общей площади поражения. Он обеспечит нам возможность дать реализацию безопасности государства. И в то же время противостоять международному терроризму в любой обстановке и в любом регионе. Новая вакуумная авиабомба позволит заменить целый ряд созданных ранее ядерных средств поражения малой мощности. Иван Благой, Юрий Гвоздь, Первый канал. Новая вакуумная авиабомба